Продолжение следует... Часть лестничных конструкций Вантового моста со стороны центра рухнула в минувший понедельник. Лестницу закрыли. Бюро по контролю за строительством провело осмотр. Оказалось, проблема не только в лестнице, но и в конструкциях самого моста. Наши специалисты обследуют Вантовый мост, и они констатировали повреждения железобетонных конструкций. Видна ржавчина, и нужны более глубокие исследования. Дополнительно специалисты обследовали и другие лестницы. Там тоже были обнаружены повреждения, и там тоже будет ограничено движение пешеходов. Но мы говорим не только о лестницах, но и о несущих железобетонных конструкциях, об опорах, которые находятся под мостом. В бюро призвали Рижскую думу провести тщательный осмотр моста. Но, как нам заявили в департаменте сообщения, это возможно лишь с наступлением стабильных погодных условий. Не ранее 15 апреля. Ремонт моста запланирован на осень. Невозможно ремонтировать одновременно два моста через Далгу, потому что тогда просто остановит любое движение, что начало ремонтируется островной мост. Параллельно идет проектирование работ на Вантовом мосту. Такой график у нас был изначально предусмотрен, чтобы осенью можно было начать первые работы по полной реконструкции Вантового моста, который дальше будет продолжаться весь следующий год. Параллельно идет постоянный мониторинг за состоянием технических моста в целом отдельных его элементов, чтобы в случае необходимости были применены временные решения. На вопрос, безопасен ли Вантовый мост сегодня, Мориги не смог дать четкого ответа. Поэтому мы обратились к экспертам-инженерам. И да, и нет. С одной стороны, лестница и мост — это две разные конструкции. А с другой стороны, необходимо знать, была ли проверка моста, правильно ли его содержали. В порядке ли опорной конструкции. Потому что если часть лестницы упала, это значит, что на каком-то этапе за состоянием всей постройки недостаточно следили. Проезжая часть не вызывает существенных вопросов, из-за которых стоило бы громко кричать. Но там, конечно, должны проводиться более тщательные проверки. Но конструкции, которые расположены по бокам, сильно заржавели. Там тоньше металл, поэтому чувствуется, что мост износился. Этот большой мост, который, он в принципе не связан с лестницами. Там такой есть деформационный шуршок между ними. Но вот эти вибрации от большого моста, ну, придается, конечно, немножко. Эти вибрации, конечно, там отвибрировали. И упал один кусок. Там нет никаких проблем с этим мостом. Его несущая способность соответствует современным требованиям. Предположительные расходы на ремонт Вантового моста, который намечен на эту осень, составят 10 миллионов евро. Евгения Копылова, Марис Юргенцин, Солов, Спиршевец, Латвийское телевидение.